Я думаю, что сейчас многие поймут, о чем я говорю. У вас бывает такое состояние, как будто из вас выкачали всю радость. У вас ничего не радует, и у вас даже злости нет, вы даже злиться не можете. Бывает у вас такое? Вдохновение — это что? Это вдохновение. Вам хочется покоя, вам хочется быть покойником. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Я думаю, что сейчас многие поймут, о чем я говорю. У вас бывает такое состояние, как будто из вас выкачали всю радость. У вас ничего не радует, и у вас даже злости нет, вы даже злиться не можете. Бывает у вас такое? Грустное настроение, хочется плакать, все тебя обижает, тебе все не нравится, ты всем недовольный. Есть такая заторможенность в общении. То есть, в общем, вы устаете, когда рядом люди шевелятся, двигаются, и происходит вообще что-то, какая-то жизнь. Вам хочется покоя, вам хочется быть покойником, лечь, завернуться в крепкий, лечь, завернуться в теплый плед, взять что-нибудь горячее, а возможно и бокал вина, и смотреть вдаль на море. Вот у меня видно из окна моря, и вообще не двигаться. Хочется есть, хочется булки и сладкое. Ну и, конечно, девочки, самая грустная и печальная новость, это когда вам не хочется секса. И тут подняли руки большая часть зала. В этом углу будет опрос. Напишите мне, пожалуйста, есть ли у вас какие-то из этих симптомов. И сегодня мы посмотрим все возможные способы, которые использую я, потому что я не святая, я живая, я тоже иногда впадаю в депрессию. Вы готовы записывать? Быстро взяли ручки и блокнотик, и я вам покажу прямо сейчас первый способ борьбы со всеми депрессиями. Итак, в чем заключается этот способ? Добавьте в свою жизнь краски. Красный, оранжевый и желтый цвет – это как раз хорошая цветотерапия для того, чтобы поднять жизненный тонус, сексуальную энергию больше, сделать солнечных радостных эмоций в вашей жизни. Поэтому добавьте в жизнь красок. Это будет самое простое, что вы можете сделать прямо после этого выпуска. Мой друг Ицкак Пентасевич, с которым мы сейчас много общаемся и делаем курс, самый бомбовый, трансформационный тренинг, который будет длиться 7 недель. И называется он «Семь уровней любви». Ицкак поделился со мной своей технологией про 4 уровня депрессии и как из них выходить. Я благодарна ему за этот контент. Я с радостью его передам и поделюсь с вами. Поехали. Итак, 4 уровня депрессии. Первый – это уровень тела. Что делать, чтобы помочь своему телу выйти из этого состояния покойника в состояние живого, энергичного человека? Вашему телу нужна энергия. Это больше света. Это зеленая пища. То есть питаться. Есть все, что дает энергию. Вы можете даже наблюдать за собой. Если вы что-то съели, вы хотите спать, значит, это не то, что вас заряжает. Если вы что-то съели, это вас бодрит, вдохновляет, у вас больше сил, значит, это та еда, которая вас питает. Ряячий глинтвейн – это самый сильный афродизиак, который и тело ваше тоже взбодрит. Потому что там корица, там гвоздика, там вино, в конце концов. Вдохновение – это что? Это вдохновение. То есть когда у вас входит вдох, и это приходит вдохновение, и сразу вы выходите из какой-то депрессии. То есть вы должны смотреть на то, как глубоко вы дышите, как часто вы дышите, начинает свой день. И в течение дня это контролировать. Дышать, глубоко дышать. Следующая – спорт. Чем быстрее движется кровь по вашему телу, чем больше у вас лимфоток и кровоток, тем больше в вашем теле жизни. А жизнь – это полная противоположность смерти. Поэтому состояние движения, состояние покоя – это две как разницы очень серьезные. Если вы идите из депрессии, осенней депрессии, вам нужно больше жизни. Еще очень важно – это не сбиваться с режима. Лето. Лето, вы рано встаете, много двигаетесь, друзья, посидеть, где-то пойти, тра-та-та. Что происходит осенью? Вы замедляетесь, уже не хочется выходить, уже не хочется ни с кем общаться, начинаете все делать медленнее. Не делайте это. Ваш ритм жизни – это и есть, скажем так, то колесо энергии, которое вы когда-то раскачали. Вы живете в каком-то ритме, и вот не просто не останавливаться. Потому что если вы остановились, да, вы сделали два шага назад, а начать заново двигаться намного сложнее и энергозатратнее. Зачем останавливаться? Не меняйте ритм жизни, продолжайте двигаться так, как вы привыкли это делать. Ну и, конечно, для тела есть поза победителя, с которой вы поднимаете свою эмоциональную шкалу, меняете свой уровень гормонов. И, в принципе, лучший способ борьбы на уровне тела с осенней депрессией – это принимать позу победителя. Это тогда, когда вы поднимаете голову, как будто вы только что выиграли олимпиаду. И выпрямляете плечи, грудь вперед, но у кого что есть, то и вперед. Хотя раскрываетесь, как будто, представьте, вы марафонец, вы пробежали только что первое, и разрываете с собой ленточку, и такая вся… И вот если вы постоите даже в такой позе, улыбаясь, как будто вы всему миру открыты, вот эта поза, она делает у вас, меняет в течение двух минут уровень гормонов, она заряжает ваши глаза, она будит вас бойца, и какая там осенняя депрессия. Ну и, конечно, что нужно еще на уровне тела? Нужна баня хотя бы раз в месяц, хорошая такая с веничками, чтобы разгонять кровь и очень хорошо вас очищать. Следующий уровень депрессии – это эмоциональность. Я точно знаю, девочки, я сама такая. Мы живем иногда, как день сурка, да, то есть белка в колесе такая, которая даже не замечает, что она не улыбалась. Сколько вы не улыбались? Сколько вы не смеялись? Сколько вы не болтали о глупости каких-то с подружками за чашечкой чая? Мы просто не замечаем, как у нас одно и то же. Проснулась, накрасилась, пошла. Пришла, умылась, легла. И вот этот день сурка – включить массаж эмоций. Это то, что нужно нам на втором уровне. Втором уровне эмоциональном – массаж эмоций. Например, есть такая техника, как смехотерапия. Я когда училась в Таиланде у мастера Мантык Чия, мы, представьте себе, 100 человек, звезды, успешные предприниматели, практикующие люди всего мира. Каждое утро в 6 утра мы начинали медитацию со смехотерапией. Знаете, как это выглядит? Вы берете ручки, кладете себе на животик и смеетесь так, чтобы живот толкал ваши руки. То есть так… Попробуйте потренироваться каждый день, 7 дней подряд, начинать день со смехотерапией. Я думаю, ваш муж будет в шоке. Танцы, песни, кричать, ехать в машине и петь любимые песни. Я слушаю монатика обычно, когда хочу покричать. Новая косметика, новый макияж, новая прическа. Ну и, конечно, на уровне втором, на уровне эмоциональном просто наблюдайте. 80 на 20. Вы 80% времени тот человек, который видит что-то хорошее, который видит радость. Который замечает возможности. У которого стакан наполовину полный. И в 20% случаев в течение вашего дня вы можете возгрустнуть, ничего не хотеть, устать, бухтеть, злиться. То есть вы живая. Вы не можете быть постоянно радостной дельфином, потому что это похоже на, ну, как бы, вы живая. Вы не можете быть постоянно радостной. Поэтому 20% дня вы можете позлиться, поругаться и сделать вид, что вы в осенней депрессии. Следующий, третий уровень, это уровень депрессии интеллектуальной. Этот уровень депрессии бывает не только, когда у нас переход с лета на осень. Этот уровень депрессии бывает у тех, у кого законченная, достигнута какая-то цель и не появилась новая. Поэтому, чтобы сделать выход на следующий уровень жизни, это поставить новую цель, помечтать. У нас есть такое понятие, как книга жизни. Мы открываем свою книгу жизни, любимый блокнот мечты и начинаем мечтать. Представлять себя там в 100 лет, представлять себя там через год, представлять лучше там какой-то исход событий, лучший свой день, ставить цель и мечтать. Вашему мозгу нужна цель, потому что энергия, это, если взять слово энергия, это движение. Движение – это цель, целеустремленное какое-то движение. Поэтому делайте себе легче. Если вы сегодня живете, извините, как унылое говно, это просто потому что у вас нет цели. У вас нет мечты, у вас вы никуда не стремитесь. Вы не понимаете, зачем вы проснулись сегодня и какой смысл этого дня. Напишите список, чего я действительно хочу. Напишите список, там, вот миллион долларов и мои материальные цели и желания. Напишите какие-то интересные задачи, которые называются «Вот было бы круто, если бы». И пишите, 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 смотрите на это, хотите чего-то и желайте. И, конечно, на третьем уровне, на интеллектуальном, интересные фильмы, книги. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях друг к другу. Мы же сообщество женщин, которые развиваются. Так что поделитесь друг с другом фильмами и книгами, которые вы порекомендовали для того, чтобы включить свой интеллектуальный уровень на интерес. Ну и, конечно, английский язык, что-то учить, тренировать свой мозг. Ну и, конечно, наш курс с Ицхаком Пеносеевичем, который начинается 30 сентября. Осенней депрессии вам не видать, если вы включитесь в 7 недель со мной. Говорят, что я вдохновляю, зажигаю. Ну и Ицхака вы тоже видели. Человек действует, человек богатей, человек мечтает, человек действует. Он даст нам столько техник, столько эмоций, что мы будем успевать только выполнять домашнее задание и участвовать в этом общем потоке. Потому что у нас будет больше 2000 женщин, которые проходят вместе курс 7 уровней любви. Ссылка есть в описании под этим видео. Переходите, регистрируйтесь быстренько. Ну и четвертый уровень – это духовный уровень, который тоже нужно подпитывать для того, чтобы не провалиться в никакую депрессию. Духовный уровень – это тогда, когда ты развиваешь свою силу воли, свой характер, когда ты включаешь вот это волшебство и магию, когда ты развиваешься как духовное создание. Я предлагаю вам познать, что такое медитация, закрывать глазки, мечтать, творить свою жизнь мысленно, из своего сердца наполнять свой день, наполнять своих детей, представлять желаемое, а не думать постоянно о том, что в жизни что-то не так. Куда вы направляете свое внимание, на то вы и медитируете. Молиться, визуализировать, мечтать, закрывать глазки и уходить в этот волшебный мир, в котором нет ничего невозможного и все возможно вообще. И, конечно, я вам предлагаю на этом уровне сыграть в игру «Радость». Когда-то, много лет назад я читала книгу, которая называется «Полиана». Полиана – это девочка, которая играла в игру «Радость». Ее жизнь была ужасна, если посмотреть с точки зрения многих из вас. Но «Полиана» играла в игру «Радость». В каждом событии, в каждом человеке, в каждой минуте своей жизни и в своем искалеченном теле она находила, чему порадоваться. Поэтому самый главный здесь уровень – научите свою душу радоваться. Находите в любой ситуации, чему можно научиться, чему порадоваться, почему это со мной происходит. Это то, что заставляет искать плюс, заставляет искать радость, заставляет вас выходить из депрессии. Итак, давайте подытожим. Депрессия – это депресс, давить на саму себя. Это когда вы сами на себя давите, какое-то давление внутреннее. Но вас никто не давит. Поймите это. Миру все равно, а вы там в депрессии или вы в радости. Всем все равно. Только вам не все равно на себя. Прекратите сами на себя давить. Все. Смотрите, давление – это какое-то напряжение. То, что нужно сделать, это работать над расслаблением. Вам нужно расслабляться. Вам нужно дышать. Вам нужно расслаблять свое тело. Вам нужно тренировать свой мозг. Вам нужно двигать кровь по своему телу. Вам нужно прекратить на себя давить. Додумывать, придумывать, что-то крутить. Долго принимать какие-то решения. Прекратите на себя давить. Начните себя любить. Следующее. Если больше двух недель вы в состоянии «ничего не хочу и не могу», вам нужна помощь. Обратитесь к специалисту, либо к психологу, к эндокринологу, к терапевту. Вам нужно посмотреть, возможно, у вас что-то с гормонами или с питанием. И, конечно, не забудьте, что знания, новая входящая порция информации и правильное окружение единомышленников, которые не дадут вам сдаться, сделают вас сильнее. Буду рада видеть вас 30-го числа на нашем супертрансформационном тренинге с Сатаком Пентасевичем и Вумен Инсайт. Ссылка в описании, в этом углу. Переходите, регистрируйте, занимайте места. Мы будем качать вас целых 7 недель. Ну и, конечно, я благодарна, что вы досмотрели это видео. Нам очень важно ваши комментарии, лайки и подписка. И говорят, что те, кто подписаны на канал Вумен Инсайт, они просто защищены от осенней депрессии. Я, Керима Светлана, увидимся в новых видео. Они выходят 2 раза в неделю. И я надеюсь, очень радует вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok